Продолжение следует... У вас нет до сих пор названия вашего игроклуба, почему? Название клуба есть, это наши встречи. Нет определения, что конкретно, чем мы занимаемся. Потому что это сложно, потому что это стык современный, новое что-то. А его определить и назвать не так, не нужно. А есть какие-то идеи по этому поводу? Может быть, что-то связанное с вашей жизнью? Раз собой и оставали его. Если бы это было так просто, вы бы называли. Идеи по-другому общения. А вы человек какой? Открытый, закрытый. Ну, вам легко общаться с людьми, которые к вам приходят? Очень. У вас есть какие-то страхи? Сейчас есть. Мы первый раз делаем такое интервью. А с чем-то связано? Может быть, со спортом, с жизнью? Я, например, боюсь змей. Все надо бояться. Ну, а некоторые нет. Они занимаются профессионально. Раз я профессионально занимаюсь игрой, профессионально занимаюсь психологией, этого я не боюсь. А чего вы боитесь тогда? Как все нормальные люди, каких-то новых шагов. Опасаюсь. Аккуратненько. А что вас навело на то, чтобы создать вот такой игрок? Я просто занимаюсь тем, что мне нравится с детства. То есть вы с детства увлекаетесь психологией. Мне было всегда очень интересно наблюдать. Да, уважающе. Мировая человек, вам вершина этого всего. Сложностей наблюдения. Я раньше тоже хотела стать психологом, но потом подумала, это нужно хранить себе все эти проблемы. Вам не бывает такое чувство, что вы хотите уже уйти из этого, потому что все как бы давят все эти проблемы чужие? А тут мы подходим к интересному моменту, игра. В ней все когда-нибудь заканчивается. То есть вы не боитесь того, что вам когда-нибудь это надоест? Все время что-то меняется, и поэтому не надо. То есть вам не надоест это? Думаю, что нет. Это те перспективы и те горизонты, до которых не дойти никогда. А у вас есть какие-то дальнейшие планы развития? Планы? Хотелось бы помольше каких-то. Нет, я просто скажу, планов, наверное, нет. А сколько у нас сейчас участников в этом клубе ходит к вам? Сколько? Ну, сейчас считать не буду. То есть вы не умеяли? Сейчас считать просто не буду. А какие из нагрузья к вам чаще всего ходят? Мы проводили подобные моменты. Я говорю, что они в это сами. То есть верования первой людей отражаются. Поэтому мы это встречаем. Да. Перескажи вопрос. Тебе же подскажение гостей. То есть, скажи, техника активного переспроса. Пересказываем мысли гостя, чтобы он подробнее ее разглядывал. То есть, ваши гости верят в знаки зодиака. То, что они как-то наводят на... Они, понятно же, любят. Скажи, то есть любовь, лишь листья знаки зодиака, помогает вам их полуфудру раскрыть. То есть, любовь к знаку зодиака ваших посетителей помогает раскрыть их самих проблемы. Я не совсем понимаю, может, можно еще раз? То есть... Я хотела сказать... Я хотела сказать, что... Что знаки зодиака у ваших посетителей, вашего клуба, знаки зодиака... ...и являются частью их жизни. Поэтому вы как бы их тоже увлекаете в игру. ...и являются жизнью знаки зодиака. Вы как бы это встречаете. Да, это... Ну, можно сказать, что так оно и есть. Если гость молчит, тема интересная говорит. Ну и как она отражается? Ну и как она отражается? Зодиачная жизнь на их, например, участие в вашем клубе. Зодиачная жизнь на участие в вашем проекте. Ну, если мы делали такой вопрос. И в итоге получилось, что больше всего нас встречают знаки стрельцы. И воздушный знак. И плюс еще знаки зодиака зодиака. То, о чем это говорит? Действительно говорит о том, что это те люди, которые больше всего интересуются игрой. Больше всего интересуются какими-то скрытыми моментами психики человека. Им нравится вместе собираться. Мне кажется, что... А вот у новичков, которые приходят, не возникает страха, что они будут смеяться как-то... И то, что они их туда ходят, у них, видимо, уже не возникает. А вот кто еще не пришел, возможно... Сегодня у вас ведь спрашиваю про страх не потому, что любопытно. Просто я сама его сейчас испытываю, я сама учусь. Я вас сейчас про... Добавь видеообраз свой. То, что он... Не из-за того, что... Не из-за того, что... Не из-за того, что... Не из-за любопытства. Любопытства, потому что каждый человек испытывает... Нет, не про каждого, про себя. Я испытываю страх. Я сейчас сижу, боюсь что это мое дело. Да, сейчас волнуюсь немного. Для меня это самая важная тема. Если ходить в клуб по психологиям. Да, для меня это самая важная тема. Много таких, как я? Много таких, как я. Я вам сказала, очень много. И, блин, самое интересное, что я сейчас тоже волнуюсь невольно. Когда волнуетесь вы, только вы становитесь спокойнее, мы получаем вызовемелье зеркала. Поэтому мы находимся в мужестве и идем. А какой самый частый страх у ваших ребят возникает? Ну, то есть, они приходят с какими-то страхами, все равно. Ну, как посмотрят, кто встретит, то есть, как там будет, не обидят меня, кричат и так далее. Ну что ж, сегодня у меня была... Ну что ж, сегодня у меня в гостях была Надежда Соколова. Игропрактик. Игропрактик клуба «Наши встречи». Меня она удивила, породила тем, что... Она меня удивила, породила тем, что можно судить о человеке по его знакам Зодиака. Нет, не пора, это она сказала. Что психологический круг использует любовь людей к знакам, для того, чтобы... Для того, чтобы лучше понимать их. Чтобы им было комфортное у вас. Спасибо большое. До свидания.